Стандартная супергероика всем уже порядком надоела относительно экранизации комиксов, увы. Сегодня можно говорить о преобладании количества над качеством. Нечто особенное появляется на свет весьма редко, уступая творениям Сидаба и прочим аналогичным произведениям. Кто знает, какой сериал получится, например, из Бои с Энисом, но еще одно перспективное шоу должно увидеть свет в 2019 году. Потому я и решил рассмотреть первоисточник. Приветствую, на канале это Тим. И данным видео я начинаю свой рассказ о серии Doom Patrol. Признаюсь, наибольший интерес для меня представляет второй том, ибо над ним работал Гранд Моррисон и том последний. Ибо Джерард Уэй пишет весьма неплохо. Однако нельзя забывать и об истоках. Doom Patrol появился более чем полвека назад в 80-м номере антологии DC My Greatest Adventure в июне 1963 года. Нужно понимать, какого уровня были в то время диалоги и сюжеты, потому к первому тому я изначально отнесся снисходительно. Первым автором и отцом серии стал Арнольд Дрейк, при некотором участии Боба Ханни. Художником же был Бруно Премиани. Любому герою нужен злодей, безусловно, именно через противостояние с ним характер протагониста раскрывается. Лишь моменты столкновения с величайшим злом можно проявить величайшее мужество. Но помимо этого, не менее важным является становление героя. Причины. События, ставшие переломными для того или иного персонажа. Убийство родителей, укус радиоактивного паука, неведомые лучи из космоса. Не суть. Тройку главных героев, что приобрели особые способности в результате несчастного случая, собирает гениальный ученый Найл Сколдер. Он же шеф. Причины просты. Наносить добро всем, кто хочет и не хочет. Занятно, что Doom Patrol начинается с истории о гениальном профессоре-инвалиде, что собирает команду изгоев. Да и Люди Икс вышли в том же году с разницей в пару месяцев. Бывает. Итак, в изначальную команду входили негативный человек Ларри Трейнер. Пилот во время тестового полета, облученный радиацией, получивший весьма занятную способность. Всего на 60 секунд вызывать негативную энергию в форме человека из своего тела. Быструю, способную проходить сквозь объекты, подрывать их и летать. Вот только если энергия будет использоваться более 60 секунд, то Ларри умрет. В каком-то смысле этот персонаж вдохновлен человеком-невидимкой, ибо, как и Гриффит, покрыт бинтами с головы до ног. Если же эти бинты снег, то Ларри начнет источать радиацию в невероятном объеме. Разумеется, не обошлась командой без представительницы прекрасного пола. Рита Фара, олимпийская чемпионка по плаванию, после завершения спортивной карьеры стала голливудской актрисой. Во время одной из сцен ее увлек поток, и в итоге девушка подверглась воздействию особого вулканического газа, давшей возможность, о которой мечтают многие женщины. А именно, менять размер своего тела. Увы, этот дар Рита изначально контролирует не очень хорошо. Последним членом оригинальной команды стал Клиффорд Стилл. Говорящая фамилия, ибо далее миру он стал известен как Робот-мен. В первых номерах названный автоматоном. Клифф-гонщик, попавший в аварию. Травмы оказались столь тяжелы, что из органики остался лишь мозг. Все же остальное было заменено на... МЕТАЛЛ! Так, о чем это я? Ах да, я не буду останавливаться на рядовых приключениях команды, ибо речь идет о банальных столкновениях с монстрами выпуска, нацистскими учеными, рептилоидами. Да, серьезно, рептилоидами это же 60-е. В первом же выпуске появляется весьма важный злодей, генерал Иммортус, который еще не раз столкнется с Дум-Патрулем. Генерал является одним из членов Братства Зла, организацией, созданной злодеем Брейном с целью уничтожения Дум-Патруля. Генерал же ответственный за инвалидность Шефа. Особую прелесть комикса в тех времен представляет реклама. Мыло, зонтов, бодибилдинга, чего угодно. По уровню упортости они могут сравниться с современными рекламными баннерами в интернете. Я ничего не хочу сказать, но... Как-то слишком символично вы не находите? Следующим членом команды в 104-м выпуске первого тома стал Стив Дайтон. Мента, появившийся чуть ранее, запавший на Эластик Герл и впоследствии ставший ее мужем. Никаких особых сил у Стива нет, за исключением слишком большого эго и через край бьющего самомнения. Благодаря огромному богатству он стал обладателем шлема, усиливающего ментальные способности. Такие как телепатия, психокинез и ряд других. Правда, у шлема имеют забабочные эффекты, влияющие на психику обладателя, но речь не о том. Впоследствии менты Эластик Герл усыновят Бестбоя, который также впервые появится в рамках данного комикса. Гарфилд Логан, немного бунтарь, веселый и игривый, как понятно из имени, может обретать форму животного. Дар этот был получен в результате несчастного случая, благодаря экспериментам его родителей, которые также трагически погибли. И Думпадруль взял шефство над мальчиком. Переломным моментом для героев стало преображение Мадам Руш. Лаура Дамиле была талантливой французской актрисой, пока автокатастрофа не поставила на ее карьере жирный крест. После аварии сознание Лауры раскололось на добрую и злую половину. Вторая взяла вверх благодаря помощи Малаха, спутника главы братства зла Брейна, но и только в преступном ремесле, но и любви. По результатам манипуляции Брейна из-за товарищей, Лаура приобрела способность манипулировать своим телом, растягивать его и принимать любой облик, чем нередко пользовалась, дабы устроить разлад среди героев. Однако, благодаря действиям шефа, добрая часть Лауры вырывается наружу и вступает с ним в романтическую связь. Вот только это событие становится роковым, ибо Мадам Руш вновь охватила зло. В итоге она решила отомстить как братству, что использовала ее, и изменила, так и Думпатрулю. Ибо она действительно полюбила шефа, и это являлось ее величайшей слабостью. Потому человек, вновь заставивший почувствовать рушь себя женщиной, должен погибнуть. И знаете что? Именно это и происходит. Все умирают в конце, зло торжествует, даже для современных комиксов. Заканчивать серию смертью главных героев это как-то смело. Очень смело, черт возьми. Конечно, для подобного решения были свои причины, но не суть. Думпатруль был мертв 9 лет. И лишь в 94-м выпуске шоу-кейс от Пола Капперберга появился вновь. А полноценное возвращение случилось еще через 10 лет. С выходом второго тома от того же Капперберга после Моррисона. Лично для меня подобное стало полной неожиданностью. Думпатруль был обычным старым комиксом со злодеями выпуска и почти никаким сквозным сюжетом. А тут такое. Вне всяких сомнений для своего времени революционное событие. И это произошло за годы до смерти Гвен Стейси. А ведь в Думпатруле убили главных героев, а не их жен, мужей и детей. Но все это лишь вступление. Ибо полноценные, большие и захватывающие сюжеты будут впереди. Кто-то называет Думпатруль Гранта Моррисона его лучшим произведением, так что я в предвкушении. Кстати, увидеть Думпатруль на экранах можно будет уже в этом году, ибо команда появится на вторых ролях в сериале о Титанах. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. И пока.